Да ладно, обстреляли. Вы водитель? Да. Что произошло? Ничего, отъехал с остановки, начал в гору поднимать, услышал хлопок, увидел, что вздохнуло стекло. Вы видели человека, который... Да нет, ну как, я же смотрел на дорогу. Какие повреждения у транспорта? Стекло разбито, гряное, ну, трещина. Выстрел был один? Да. Как пассажиры отнеслись? Я не знаю, паника сразу, эвакуировались? Ну, в шоке были. Что сейчас будете предпринимать? Это уже будет, конечно, все решать. Вы вызываете полицию, оформлять? Да, уже все оформлено, полиция. Нет, камень это не может быть, он бы был в салоне. Ну, что произошло просто, расскажите. Я не могу сказать, все водитель вам рассказал. Вам водитель все рассказал. Полицейских машин на маршрутах города очень много с мигалками, но толку пока от них никакого. Ну, в плане общественного транспорта. А как вы думаете, почему это произошло? Кто-то ненавидит троллейбусы, кто-то ненавидит вообще-то троллейбусы? Ну, здесь можно думать по-разному. Почему ненавидят? Люди же есть разные, понимаете? Один стрельнул, а второй потом подходит тихонько, тут много было желающих, пофотографировал, и в сети, и начинается обсуждение, накаляться страсти и все такое прочее. Понимаете, тут можно рассуждать на эту тему очень долго и очень много фактов разных. Ну, именно с общественным транспортом, это не первый случай у нас на предприятии Горэлектротранспорт. А что будет с этим троллейбусом? Ничего, он на гарантии. Если те, кто нам их поставлял, купил, посчитают нужным, то купят, а нет, то будем заказывать это стекло. Потому что запчастей на новые троллейбусы, включая и стекла, на сегодняшний день пока нет. Ездим, как купили, вот так и ездим. Будет пока стоять, пока не найдем такое стекло. А его практически нет. Будем заказывать на фирму. Сделает, поставим. Как решить руководство? Если он будет стоять, это как-то отразится на графике хода транспорта? Нет, ну сейчас и так мало у нас троллейбусов выходит на линию. Конечно, отразится. Потому что, ну нет у нас резервных троллейбусов много. Мы и так выпускаем по 46 первый троллейбус, 42 второй троллейбус. А надо, как раньше выпускали. Первый троллейбус выпускал 125 единиц. А второй троллейбус на депо выпускало 90. И люди ездили, через каждые 2, 5, 7 минут ходили троллейбусы. А сейчас их вот он вышел со строя, значит полчаса уже нету троллейбуса. Или даже больше. Вот так мы пока и работаем. Надеемся, что городская власть новая пришла, вот в следующем году будут покупать трамваи и троллейбусы. Будем надеяться, что люди будут ездить в комфортных троллейбусах. А эти, кто стрелял, пусть посмотрят вашу передачу и сделают соответствующие выводы. Субтитры сделал DimaTorzok